В сегодняшнем моем обзоре я представляю электрокексницу от компании ГФ Гриль Кекс Экспресс. Электрокексница от фирмы ГФ Гриль Кекс Экспресс состоит из двух частей. Верхняя форма, нижняя форма и очень удобная такая подставочка для выемки выпечки. Форма антипригарным покрытием вращается вокруг своей осины 180 градусов, что позволяет равномерно растечься тесту и выпеканию. И сегодня я буду выпекать кулич. Для этого мне потребуется масло, молоко, цукаты, изюм, дрожжи, ванильный сахар, соль, кардамон, сахар, яйцо, мука и для глазури пудра и белок. В миску лью теплое молоко, всыплю дрожжи, размешиваю и добавляю немного муки. Это я готовлю опару. Открываю влажным полотенцем или же пленкой и подбираю в теплое место. Хорошо полчаса, опар уже практически готов. Сейчас пристираю, отделяю яйцо, белок от желтка. В желток добавляю соль, ванильный сахар, кардамон и сахар. Перетираю. Теперь желтки добавляю в опару. Перемешиваю. Добавляю масло. Отдельно взбиваю белок. Добавляю белок. Меняю насадку. И буду постепенно добавлять просеянную муку. И на медленной ассоцией замешиваю. Тесто должно быть в такой консистенте. Не слишком густое, не слишком жидкое. Тесто накрываю влажным полотенцем и убираю в теплое. Прошло полтора часа. Тесто увеличилось в объеме. Теперь добавляю цукаты. Изюм. Включаю форму немножко, чтобы она подогрелась у меня. Буквально несколько секунд. И переключаю. Смазываю маслом. Так же руки смазываю маслом. Форму надо нагреть буквально секунду. Нагревается очень быстро. Теперь кладу тесто. В эту форму входит примерно 300-350 грамм теста. Здесь у меня 330. Нагреваю для того, чтобы было тепло для расстойки. Закрываю и примерно минут 20-30 жду. Ну а пока приготовлю глазурь. Белок холодный. Добавляю пару капель. Думаю масла. И в легкие, когда пики появляются, начинаю добавлять сахарную пудру. Количество сахарной пудры, сказать точно, трудно. Поэтому надо добавлять и смотреть. Получалась хорошая глазурь. Глазурь можно сахарной пудрой регулировать. Гуще делать ее или более жиже. Такая как густая сметана. Глазурь готова. Накрываю, чтобы не появилась корочка. И убиваю в сторону. Прошло 25 минут. Кулич увеличился в объеме. Включаю. Загорелся зеленая лампочка, индикатор. Теперь переворачиваю по своей оси на 180 градусов. Прошло 20 минут. Уже чувствую по запаху. Все, должно быть готово. Достоять очень удобно. Ручки не нагреваются. Покажу, как пропеклась тоже вторая сторона. И горячо. Все хорошо. Кулич удалось слегка остыть. И смазываю уже подготовленной глазурью. «Ускорбок» Сыпаю конфетками. Украшать уже каждый, как фантазия работает. В принципе, без лишних хлопот, если даже дома нет духовки, имея такую кексницу, всегда можно приготовить вкусный кулич, кекс, шарлотку. Ничего сложного нет. Главное, конечно, долго занимает время тесто приготовить, ну и любое дружевое тесто занимает время. Кулич готов, теперь нужно хорошо полностью остыть. Теперь осталось почистить форму, хотя она чистая, даже и чистить нечего. Ну, для порядка протереть надо. Честно, довольна формой. Очень хорошо придумана вот эта вещь, что очень легко извлечь выпечку. Большой плюс ГФ-грилю. С вами была Жанна на канале Видеококинг с обзором кексовницы ГФ-грилль Кекс Экспресс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте комментируйте. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова